МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый человек повинен иметь максимум спрацовать и заработать. Про это заявил президент Александр Лукашенко, узгадняючи новых керовников мясовой вертикали улады. Три из них узначалили райвы канками Минской области. Жервинский Виталь Козлов, Стародорожский Миколай Карпович и Борисовский Геннадь Дзенгалев. От новых керовников белорусский лидер чакает эффективной реализации декрета номер три. Людей, которые в рангу беспраценных, нужно захватить, кого необходимо перевучить и занять. Президент так само нагадал и про задачу повеличения среднего зарубка до тысячи рублей. Когда мы этого уровня достигнем, мы можем спокойно любому человеку из десяти наших миллионов сказать, что ребята, мы вам помогли, чтобы вы могли покушать и семью накормить. Ну а дальше уже запрягайтесь и работайте сами. Напрягайтесь. Мы, конечно, не будем в стороне. Будем помогать, поддерживать будем. Но это важнейший вопрос. Новые керунники уже отправляются на место працы. У райваконкам Ахминшины продают процедуры их представления с уделом губернатора. Миншина поширает сопрацовництва с поморским воеводством. Делегацию к Здаинску примали у Минабылваконками в межах 9-го Белорусско-Поморского экономичного форума. Контакты с польским регионом у столичной в области Дауния. Дамову о партнерстве баки подписали 7 год тому. Все лето Беларусь наведали 16 компаний. Их мета познайомится с экономичным и инвестиционным потенциалом региона. Сегодня мы активно торгуем минеральными удобрениями на польский рынок. И с года в год поставки увеличиваются. Наши логистические центры, мы понимаем, что в том числе через наши страны проходит Великий Шелковый путь, китайский проект. Будущее, которое... Точка роста для Минской области, в котором мы видим. Поэтому сегодня как раз собираемся пообсуждать все эти вопросы. Большая заинтересованность деловых кругов с одной и с другой стороны моей. На парадку дня форуму наведывание индустриального парка Великий Камень, а так само Нясвежского района. Там гости познайомятся сельскох и с подальшим потенциалом меньшины, развитем фармацевтичной и перепроцедшей галин. Особным пунктом экскурсия у Палацево-паркового ансамбля Нясвеж, который является святкой нашей агульной истории. Супрацовничество, которое начиналось на региональном узровне, теперь перейшло на инший узровень. Узровень бизнеса и суместных предприемств. У нашей диригации представники 16 организаций. И уже подписано домово в супрацовничестве по Межслудскому и ЧЭПам. Поморское воеводство – одно из лидеров по околькости дейючих по братимских погоднению с администрационными одинками Беларуси. Сегодня Польша – наш третий партнер по товарозвороте и выходит в десятку инвесторов в экономику Украины. Борисовский полигон стал одним из мест проведения в учении «Захад-2017». Масштабная тренировка с уделом белорусских и российских военных началась. Мета – отпрацовка обороншей тактики. В учении принимают судьи ломали усе виды войсков. Среди них артиллерия, военно-поветранные силы и армия противоповетранной обороны. Усягу ломали 13 тысяч войсковцев и 681 техники. Пункты управления развернуты. Система управления создана и функционирует в полном объеме. Сейчас прошло уточнение задач. Наиболее активные действия в настоящий момент ведутся на участках местности Дрейтунь, Лепельском полигоне и полигоне Лосвида, где войска практически выполняют задачи по поиску, блокированию, уничтожению диверсионно-разведанной группы незаконных вооруженных формирований в глубине нашей страны. Нагадаю, уточнение «Захад» проходит раз на два годы. У першиню яго провели у 2009-м. Все лета Амаль уся тренировка сконцентрована на территории Беларуси. Задейничано шесть полигонов. У России маневры запланованы на трех плясовках. Амаль 60 особ запасу прозвали из Минской области на уточнение «Захад-2017». Людям звычайных профессий теперь доведеться узгадать навыки армейской службы. А тем часом юнаки краины избираются у войска. У Беларуси проходит восиньская призывная кампания. Паводли специалистов, жадание служить у молодей есть, а войс здоровье бракует. Прыглад на Амаль 50% у потенциальных солдат трапляют у категорию непридатных. Кира Карлович шукала отказ на пытание. Кому и чему не светят зорки. Дмитру Илуговскому 21. Хлопец кончил два колледжа. У родным Молодежни и у Минску. Уже уладковался працовать на завод металлоконструкции, а ли уверась не отрымал позву с военкомата. И обрадовался. Я патриот Беларуси. Я считаю, должен отдать долг родине. Я считаю, что каждый подросток должен служить в армии. Набраться мужества. Так вот решил внутренне годен туда. И вообще, думаю, построить там карьеру, если получится. Набраться каких-то знаний, навыков, умений. Я готов морально и физически отдавать долг родине. Таких, как Дмитрий, призывников в Молодежинском районе 1200 человек. После отримания позвы медкомиссия. И тут, на жаль, отсеется и львиная доля потенциальных бойцов. Одны шагу хавать, пробуть, откосить. А иншие, и саправды, мают проблемы со здоровьем. По водле дадзиных, только крыху больше за полову призывников, придатная до службы. Революющая патология – это нарушение осанки в настоящее время. Как-то увеличилась заболевание, варикозная болезнь вен нижних конечностей. Как-то помолодела. Раньше такого не было, вот, из моего опыта. Ну, по психиатрической патологии увеличивается количество граждан, которые подлежат списанию. У целым умовы призыву гэтай восенью не змянилися. Але з'явилися новые психологичные атесты, які допомогут комиссии оценить адекватность и интеллектуальный потенциал хлопцов. Что касается Молодеченского района, каждый призыв направляем порядка 35 воинских частей вооруженных сил, Министерства внутренних дел, КГБ, органы пограничной службы. Достаточно много ребят идут с желанием. В качестве примеров могу привести, когда прибегают ребята, говорят, товарищ подполковник, все друзья получили повестку, всех пригласили, а меня не вызывают. Почему? Я вот всегда рады видеть таких призывников. Усягона призывным улику в Молодеченском районе коляд 4 тысяч человек. Тяжко казать про узровень громадянской свядомости кожных азых. Але у войсковых частях чекают самых моцных и телом, и духом. Кира Карлович Михаев, потяга у Миншина. За усёды готовы. 20-й взлёт юных ротовальников в Мядельском районе. Лагерь зубраня примая лепшие команды Республики Минска. На протягу трёх тыдня у хлопчики и девчонки продемонструют умения и навыки поводин у экстремальной ситуации. Анастасия Хоботова про тех, кто проходит огонь в аду. Янмар – это профессия выротовальника, а после обовязкового станя ящей выкладчиком и тем самым лицей, який скорость отрималась и далёко не одразу. И для доброго веда, что такое страивый крок и наво что терпеть, коли ничего не отримовывается. В первое время было трудно, скучал по дому, но потом я, как бы так сказать, повзрослел, вымужил и теперь с удовольствием учитель в нашем лицее. Самое сложное – это дисциплина, потому что соблюдать, получается, не всегда и наказания идут соответствующие. Многие читатели видят во мне и в других перспективах и требуют от них большего. Взлет юных выротовальников на Мядзещине проходит уже в 20-й раз. Всё лето в Зубранятисустрелись аж две сотни юнаковых девочек самым старейшим – 16 годов, а лежу взрослые – не головные. Стравый устав не предусматривает никаких повлажек. Работа спасателей подразумевает собой. Работа в коллективе, где каждый помогает друг другу. Слаженная команда, слаженная работа подразделения способствует выполнению всех поставленных перед подразделением задач. Полина у шерега командиров. Она серьезной справой займается уже два года и спортивной нормативы выканная, и першую допомогу окажет. А лишь девчонка есть девчонка. Командиром быть нет, нелегко. Все-таки 26 человек под твоим руководством – это тоже сложно, пока всех словишь, построишь. Мне очень нравится наша форма. Мне кажется, что мы вообще самые красивые. Такие светлые, белые, в фуражках. А лишь красоваться один перед одним. Тут никто не спешается. Прыгожих – это калитвой стяг. Первый на финише и головный, как после трех тысяч дней тренировок каждый из них смог в надзвычайной ситуации не разгубиться и допомогти. Сотрудники говорят, что надо учиться у них этой энергии, этой стремлению быть лучше, лучше и лучше. И самое главное, что они наши настоящие, надежные помощники в решении многих вопросов, связанных с культурой безопасности жизнедеятельности. Они сами учатся не допускать каких-то ошибок, попадать в ситуации сложные. Но если попали, могут достойно с нее выйти. Кто станет лепшимся от восьми команд, выращать жюри и оценить и талент юнаков, физичные сдольности и то, и на вождь, что каждый из них приехал на взлет. Спасателям, конечно, быть хочется, но это не каждому дано. Главное, этого хотеть. Во многом помогает рвение к победе, к какому-то результату. Махчым, а яны не звяжут свой лёс с этой профессией, да и дитячий запал с часом зникнет. А лишь никто докладно не забудется на гэтые три-тыдни подрыхтовки. И в выпадку чагу обовязково кинется на допомогу. А пока льяны и кроху не могут зарабить без песни, сдаётся подведомый мотив и тяжкости физичные переодолеть, куда легче. Прикадки с любой виды, хватила нас с тобой организація. Мы юные спасатели своей страны. Анастасия Хобитова и Павел Латышев, Мінщина. Репортажи эфирные виды у всех программ «Любый час» доступны на сайте ctv.by и на ютюб-канале «Столичного телебачения». Заходьте, глядите и подписывайтесь. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова